Что такое частковая мобилизация? В двух словах. Частковая мобилизация проводится в окременных местах страны, а также относится к определенной части национальной экономики ЗСУ и других визитковых формований сил цивильного защитства в предприятиях, установках и организаций. Теперь я могу перейти на русский язык? Да. У нас сейчас в стране проводится мобилизация. Мобилизация, чтобы вы понимали, это комплекс работ и мероприятий всех органов, державной влады, визитковых формований, и других организаций по действительному выполнению державного плана. Хочется, чтобы эта работа у нас проводилась в форме диалога. Потому что по-другому такой большой объем работы, очень сложной работы, выполнить мы не сможем. здесь присутствуют руководители предприятий, организации, я так понимаю, что общественные организации, которые общаются с населением, с людьми, которые являются военно обязанными. Поэтому я вас прошу, донесите до них ту информацию, которую необходимо до них донести. Эта работа у нас не делалась, по большому счету, последние 20 лет в том объеме, который положено. Чтобы вы понимали, вот суть вопроса. Военкомат, сама структура комиссариата, встретила первую волну мобилизации в количестве 6 человек. Это военком, я, мой заступник, старший лейтенант, который прошел полгода с войском, и 4 сотрудника, служащие. Да, мы укомплектовали военкомат до штатов военного времени, но в большинстве своем это люди, скажем так, которые по неволе призваны на службу по мобилизации. И требовать от них большого рвения, выполнения. Хотя, честно скажу, что вот за год работы с ними, особенно вот ребята, призванные с вашего города, с Южного, очень себя хорошо проявили, вникли в работу. За год службы в военкомате, они уже, можно сказать, стали профессионалами в своей работе. Но этому предшествовал целый год. Целый год очень тяжелой работы. Сейчас многие из них будут демобилизированы. И на их место нам придется набирать уже на краткосточный контракт людей, чтобы мы продолжали выполнять эту задачу по мобилизации. Поэтому вы тоже это можете донести. Люди, за ними сохраняются пильги, льготы. Что касается военнообязанных, у нас стоит на учете очень большое количество военнообязанных. Но качественное состояние этих военнообязанных мы, к сожалению, до конца не знаем. Потому что эта работа, я уже повторяюсь, данным образом не проводилась в течение 20 лет. Там могут быть разные причины, они, как сокращение комиссариатов, как, может быть, не до конца понимали люди на местах, что это важная работа. Поэтому я вас прошу, давайте мы вести диалог. Если мы, вот мы проводим оповещение военнообязанных, это не значит, что эти люди уйдут служить по мобилизации. А если из 100 человек 5 мы призовем, из 100 вызываемых, это хороший результат, поверьте мне. Потому что из этих 100 человек могут быть, как люди, имеющие право на отсрочку по мобилизации, которые имеют трое и более детей, у которых на иждивении находятся не трудоспособные, одинокие люди. Да просто по состоянию здоровья, которое не подходит. Потом у нас продлили срок состояния на воинском учете до 60 лет. Но от 50 и старше людей мы можем призвать только по их желаниям, по мобилизации. И чтобы мы знали качественно состояние военнообязанных в районе, мы должны, скажем так, больше пропустить через работу комиссии военного комиссариата людей, чтобы у нас уже была до конца известная картина. Поговорите среди населения. Может быть, есть люди, ну, в первую очередь, конечно, патриотично налаштованник, которые бы просто хотели пойти защитить Украину. Ну, там, первое, что при призве по мобилизации за ним сохраняется рабочее место. То есть он получает полноценную зарплату, плюс то, что он получает непосредственно уже после отмобилизации. Далеко не все, я вам сразу говорю, далеко не все люди пойдут служить в АТО. Потому что мы комплектуем, как программ-службу, у нас очень большое количество идет в программ-службу, как в части, которые находятся вокруг Одессы, это части ПВО, они не задействованы в АТО. Но задачи это наши общие, мы должны выполнить. Поэтому это надо формить диалог. Вы видите, это вот сейчас были и на государственном уровне сделаны выводы на основе тех трех мобилизаций, которые проводились до этого. И человек в АТО сразу не пойдет, как, допустим, в первых трех волнах. Человек без прохождения учебных сборов сразу ушел в АТО. Такого сейчас не будет. Я вам доповедаю, что люди, которые призываются по мобилизации, в первую очередь не имеющие воинской специальности, они в первую очередь идут на комплектование учебных частей, они проходят через учебные части, будет производиться с ними боевое слаживание, учеба, будут они приобретать воинскую специальность. Только потом будет приниматься решение, отправлять его в зону АТО, не отправлять у комплектовающие части, которые находятся в ДУ. Только так. Хорошо, спасибо. Я хочу сахинтировать ваше внимание на том, что это очень-очень важный вопрос. Этот вопрос волнует всех, без исключения жителей города Виждана. Я думаю, что не только жители города Виждана, а жители всей Украины. Потому что вот этот вопрос призыва держит людей в напряжении. Очень много непонятного, очень много неясного. Сегодня я знаю, что много проблем по вопросу призыва, мобилизации. Поэтому, насколько я знаю, что у многих людей здесь, даже здесь сидящих, есть много вопросов. И они будут сегодня задавать вам. Я хотел бы, чтобы это четко, ясно давали ответы. Такие совещания по мобилизации проводили, три совещания проводились в области, на уровне губернатора и всех силовых структур области. Сегодня у нас тоже, я хочу сказать, что у нас принимает участие, помимо военкома, и прокурор города Южного Балу, Вадим Валерьевич, начальник Южинского местного видела СБУ, Пирожок Валерий Витальевич, Паперовник Сергей Владимирович, начальник МВС Украины, МЧС Украины, Докичук сейчас подойдет, он нас с электором совещания, там генерал проводит, сейчас присутствует его заместитель. Поэтому все тоже силовые структуры города здесь присутствуют. Я думаю, что тоже, если возникнут вопросы, они смогут ответить, потому что ответственность за призыв несет городской голова от всех тех людей, которые я перечислил только что, и военком, безусловно. И я думаю, что все мы здесь сидящие. Поэтому, пожалуйста, у кого есть какие вопросы, Алексей Олегович, пожалуйста, присутствующий. Дарова, Алексей. Я Лиман Ферман Васильев, главный врач города. Это главный врач, который в сентябре месяце прошлого года вам звонил и послал заявление в отношении добровольного призыва как офицера. Как офицера запаса. Вы помните? Да, конечно. Я сильно взрослый для этого, пишу и по моему их призыву. Я сказал по-другому, что ваша работа здесь более будет необходима. В учреждении, я спросил, как нам поступать руководителям учреждений и организаций в отношении бронирования. В тех, которые бронированы, учреждения и организации, они поддержателям взрывов или не поддержателям? Я только что прочитал. Простите, я немножко повторяю. Повторяюсь. Люди, которые были, бронирование которых было произведено до начала четвертой, сегодня у нас четвертой, четвертой черги мобилизации, призыву по мобилизации не подлегают. Так, еще вопросы, пожалуйста. Чтоб все ясно. А что, Галина, можно ставать? Можно. Вот это домен касается рекордов. Скажите, пожалуйста, сколько человек должно быть призвано из Одесской области, ну, по вашему, Суворовскому району? Есть информация о том, что на предприятии поступила информация о том, что призывается до около 500 человек, ну, на каждом предприятии города Южного. И главный вопрос. Вот вы сегодня выступаете. Есть проблема с призывом? Ольга, вы слушали меня внимательно? Хорошо. Я сказал, что... Да, я уже, ну, сегодня уже подчеркивал этот вопрос, что мы присылаем повестки, вызываем военкомат. Это не значит, что человек уходит служить по мобилизации. Мы вызываем для изучения. Для того, чтобы человека призывать по мобилизации, мы должны его изучить первое. Провести с ним медогляд. А сейчас уже, ну, что касается четвертой волны мобилизации, если первая, вторая, третья проходила у нас именно просто как медогляд, что человек внешне здоров, явно не высказывает никаких претензий к здоровью, он сразу уходил, то на сегодняшний день, первое, сдаются все анализы, проходится флюорограмма, кардиограмма, а людям старшим 40 лет сдаются кровь на сахар. Хорошо. Скажем, там глубинное прохлаждение. Что? Сколько нужно по Суворовскому району? Я могу сказать, планы у нас спускаемые областью плавающие, потому что, также министерство спускает планы плавающие, потому что где-то в воинских частях люди заключают контракт, значит, меньше, где-то людей не хватает. Более 300 человек Суворовский район должен призвать. Это очень большое. Ни одна волна мобилизации в предыдущей не была такой насыщенной по призму. Да, будь ласка, еще питание. Будь ласка. Директор Дейтамин. Алла. У меня кодековский вопрос. Тише. Компенсация за мобилизованность. Ситуация такая. У нас в первой волне было призвано 4 человека, нагрузка меньше, чем за год, это 240 тысяч гривен, которые мы заплатили заработной платой. да, компенсация от государственных кроней. Сейчас на повестках находится 37 человек, соответственно, там нагрузка по году, зарплату, которую мы будем платить этим людям, вместо которых мы наймем бежних, это более 3 миллионов. Ну, хочется понимать, есть ли... Я на этот вопрос только кабинет министров, наверное, может ответить и решение кабинета министров. Я данный успех. Что касается компенсации, я не могу вам ответить. Так, понятно. Вопросы еще, пожалуйста. Кто там? Ладно, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, я могу ответить по поводу предпоследнего вашего вопроса, что касается уклонистов и поэтапного проведения работы с ними. Значит, если человек не был по каким-то причинам разыскан вручающим повестку, об этом в военкомат поступает корешок повестки или целая повестка вместе с докладной запиской на имя военкома, военный комиссариат реагирует подачей этих документов в райотдел для поиска, розыска, уточнения данных местонахождения этого человека и нам отвечает. Потом продолжаем дальше работу. Что касается уголовной ответственности по мобилизации. Если человек расписался в повестке, если ему было в устной форме и это запротоколировано, объявлено о том, что человек должен прибыть в военный комиссариат и он не является, проводятся дополнительные мероприятия уже с сотрудниками непосредственно военкомата, если это не они производили оповещение и если человек не прибыл в военкомат, эти материалы передаются в районный отдел милиции для непосредственного так и так давайте только это не пресс-конференция. Продолжение, я не совсем поняла. Розыск, эта процедура предусматривается судом. Если разыскивает человек, надо подать в суд. И только суд может определить. Объединять, что он... Мы определили... розыск... Мы определяем местонахождение. Почему приходя по адресу человека нет? Хорошо, а добровольцы? Добровольцы есть, но не в... я вам сейчас не могу сказать. Полное количество, я не могу сказать. В городе Южном на сегодняшний день я по 15-му году говорил. Три человека добровольцы. В городе Южном. Так. Еще вопросы есть? Присаживайтесь, пожалуйста. Я сделаю небольшой комментарий по данному вопросу. Уважаемые друзья, вопрос очень важный. и когда было совещание в обл. администрации, практически на каждом совещании мне приходилось выступать. И на последнем я тоже выступал и говорил о том, что тот призыв, который мы сегодня осуществляем, так как мы его осуществляем, мы как раз напонимаем, что не все открывают квартиры, не все с большим желанием получают повестки. И я сказал, что надо подходить, надо как-то в украинскую мову заохочевать еще тех людей, которые призываются или мобилизуются в армию на службу. Поэтому было предложено такое, было действено такое предложение, что мы сейчас разрабатываем и мы на сессии городского совета 12 числа будем это утверждать. Каждый человек, который призывается в армию по повестке и он пошел служить, он получает подъемные 3000 гривен. По приходу он получает еще 5000 гривен. Сейчас я знаю, что и Одесский порт, и Одесский припортовый завод, и наш порт Южный, и порт Южный тоже проявили инициативу, и вот у меня документы есть, где порт Южный профсоюзному комитету есть приказ, читаю, выписка с приказа, это талфу, как идет возмещение, здесь не вопрос возмещения, они наоборот еще больше дают, дополнительно, чтобы призвать людей. Администрации порта профсоюзному комитету произвести выплату материальной помощи в размере 10 тысяч гривен работникам порта, которые были призваны на военную службу во время 2014 года, 2015 года, и те, которые будут призваны, которые возвращаются, да, которые и приступили к исполнению своих обязанностей, тоже 10 тысяч гривен. Порт, это порт, припортовый завод, тоже, кто призывается и будет служить в АТО, дают 10 тысяч гривен, они уже выплачивают, и те, которые просто призваны, но не попадают в АТО, 5 тысяч гривен. И мы с бюджета будем, так как я сказал, будем выплатить 3 тысячи по призыву, 5 тысяч по возвращению. Поэтому это, да, после этого, после того мое выступление и губернатор сказал, что будет, в принципе, они тоже будут изыскивать возможность для тех городов, которые, ну, нет возможности в бюджете найти такие средства, будут из бюджета области выплачивать тоже, я думаю, что это будет какое-то распоряжение губернатора, решение сессии, наверное, областного совета, о том, чтобы как-то заохочивать и тех людей, которые идут или будут идти служить по призыву. Поэтому это вот, это практически была наша где-то инициатива, я думаю, что в Величевске тоже такие вопросы сейчас рассматриваются. Это как один из вариантов, чтобы как-то способствовать призыву в армии по мобилизации. ТИС тоже помогает в дизайне тех, кто не призывал. ТИС, ну тоже, поэтому посмотрим, может и Дельта-Вильмер выйдет с инициативой. Так, если, уважаемые друзья, если вопросов больше нет, если есть, давайте задавайте, пока здесь находится и военком, и служба наша. Поэтому вносится такое предложение. Информацию Вейскову комиссару Савуруска Вейскову комиссару Одессы подполковника Оскілко взяти до віддава начальнику віддаву оборонно-демобилизаційної работы Мельнику підготувати розпорядження щодо организації проведення часткового мобилизація на территории Южного и контроль виконания данного решения по классу Южного міського голову Новоцкого. И ци питания, которые я поднимал, мы будем развиваться на сессии Минской Ради, потому что питание финансов, это повноважение сессии Минской Ради, это изменения в бюджет. Есть пропозиции? Нет? Погодимся? Есть вопросы? Нет? 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 Так, переходим дальше. Мы... Алексей, мы можете... Да, все остальные работают. Спасибо за работа. Спасибо за внимание. Слово. Друге питание. Это также очень важное питание. Все за войнком? Время? Инстаграм. Добровольствие. Или от прошло? Добровольствие. Второе питание. На мискуре не менее важное, чем первое питание, про вжиття додатковых заходов в связи с защитой населения города в соответствии с распоряжением Кабинета Министерства Украины 26.01.2015 номер 47. Доповеря Косачев Андрей Войненович, пожалуйста. Добрый день, уважаемый присутствие, добрый день. Я остановлюсь конкретно на вопрос укрытия населения защитного сооружения гражданской защиты города Южного. В последнем номере газеты «Новина Южного», очевидно, те, кто получает, уже прочитали, что у нас имеется в городе 14 противорадиационных укрытий и также у нас имеется 12 подвальных помещений, которые можно использовать как простейшие укрытия для населения в случае чрезвычайной ситуации, скажем так, военного характера. Я на всякий случай еще раз напомню, адреса всех этих сооружений. Начнем с противорадиационных укрытий. В первом микрорайоне строителей 3, Приморская 21, Приморская 19, Ленина 16, Григорьевского десанта 10, Ленина 22. Третий микрорайон Химиков 22, Химиков 20, Строителей 21, Ленина 25 и четвертый микрорайон, Химиков 14, Ленина 5, Ленина 7 и Химиков 4. Также совместной комиссией с Южненским городским сектором Горжавной службы чрезвычайных ситуаций, КПМ ЖКЦ и УЖКХ были обследованы другие жилые дома, подвалы которых можно использовать как простейшее укрытие, на случай, как я говорил, я изучаю ситуацию военного характера. Где еще можно нам укрывать население? Это Приморская 11, Ленина 26, Ленина 28, Приморская 17, Ленина 1, Новобилярская 28, Химиков 10А, Новобилярская 20, Ленина 4, Иванова 22, Строителей 9, Химиков 1. Буквально два слова, что вот эти имеются в виду дополнительные сооружения, которые можно использовать как простейшие укрытия. Имеется в виду это подвалы жилых домов и паркинги для автопаркинга, скажем так, под жилыми домами. Значит, что хочется отметить, что по состоянию я остановлюсь чуть позже, по обеспечению вот этими сооружениями. Значит, у нас в более выгодном положении находятся первый и четвертый микрорайоны. В самом невыгодном положении у нас находится третий микрорайон, потому что первый микрорайон, у нас достаточно, там есть жилых домов, которые, скажем так, можно и подвалы использовать, и паркинги. Четвертый микрорайон, значит, у нас там много новостроев, где уже строились, то есть эти подвалы, которые можно, как я говорю, что подвалы можно использовать в том случае, если там имеется, соответственно, элементарная санитарная норма, то есть есть водопровод, есть санитарные узлы. Поэтому вот в более выгодном положении у нас получается первый и четвертый микрорайон. Конечно, сооружения находятся в разной степени готовности. В разной степени готовности. Поэтому, значит, сейчас вот будут носиться изменения в программу цивильного захиста и города Южного, где предусматривается выделение средств на проведение ремонтов тех защитных сооружений, которые сегодня, скажем так, недостаточно готовы. Значит, на прошлой неделе мы проводили совещание под руководством правдилами Шагеды Ларисы Георгиевны, с руководителями школ и детских дошкольных учреждений. Значит, мы предварительно с ними установили адреса, где возможно размещение детей. Согласовали то, что руководители средних школ, детских дошкольных учреждений, с представителями коммунального предприятия МЖКЦ смотрят, осмотрят эти, пройдут осмотр этих сооружений на предмет их готовности, на предмет то, что туда можно привезти детей и укрывать, и потом, то есть выскажут свои соображения по этому поводу. Вот. Процесс, процесс этот уже пошел. Значит, хочется отметить, что, к примеру, вторая школа уже предложила, что у них есть достаточно подходящее, скажем так, подвальное помещение под школу искусств, которым необходимо навести просто элементарный порядок, и там можно часть, допустим, школьников, хотя бы те же начальные классы уже, чтобы не вести налей на 16, которое закреплено за ними, не вести туда детей. Также мы разговаривали и с четвертой школы, они осмотрели свое, скажем так, укрытие, которое за ними было закреплено, и высказали свои пропозиции, мы будем дальше это изучать. После того, как мы найдем, совместно уже все, придем к окончательному решению, думать, что это в течение февраля все это, мы эту работу завершим по школьным учреждениям и дошкольным учебным заведениям, мы проведем, то есть, учения со всеми средними школами и детскими учебными заведениями именно по вопросу укрытия детей в защитных сооружениях. Значит, там же еще от садиков поступили очень хорошие предложения, все это сейчас мы будем вот буквально в самое ближайшее время все эти вопросы изучать. Кратце, все так кратце. Я хотел бы сказать, что мы четко должны знать, четко должны знать, где, вот когда понятно время, когда нужно будет это делать, где должны прятаться, укрываться, вернее, укрываться жители нашего города. каждый житель, каждой квартиры должен знать, что, не дай Бог, при такой ситуации, куда ему идти в данную минуту. Это, мы должны это до каждого жителя довести. Это должно быть у него дома, я не знаю, записано, и он должен знать четко, куда в данный момент ему идти. Теперь, мы должны четко знать, куда должны, где мы должны укрывать детей в садиках, где должны укрывать детей школьников, где должны укрывать работников, когда тех людей, которые находятся в данный момент на работе. Вы же прекрасно понимаете, сейчас мы об этом будем говорить, что у нас в рабочее время процентов 70 людей выезжает с Южного и находится на порту, на припортном заводе, Дельта, Вильмар и других предприятий за пределами города. Они не успеют сюда за 17 километров от Одесского припортового завода или 15 припортов, то есть припорта 18, порта 15 сюда приехать. Поэтому, я не знаю, сколько там у нас есть решений, определено, до какого времени, как довести эту информацию, потому что, когда будем зачитывать проект решения, мы на этом сакцентируем внимание. Есть вопросы? Если удары будут здесь, можно нам вопрос. Пожалуйста, измириться. Скажите, пожалуйста, какое количество людей может укрыться в указанных вами укрытиях, которые не порывали. 22 с половиной тысячи. В подвальных помещениях, в паркингах 22 с половиной тысячи. Я извиняюсь, что не назвал эти цифры. Ну, точнее, будет 22 480, и в противорадиационных укрытиях 10 тысяч 550 человек. Так, все питания, будь ласка. В принципе, мы перекрываем население города. Да, да. Как обещается народ о местонахождении этих укрытий? Потому что многие люди об этом не знают. Я как раз об этом говорил, что мы должны об этом говорить. ежедневная информация согласно проекта решения будет идти информация по каналу телестудии МИК. Значит, есть уже расчеты, где какие, значит, дома, дома, в каких укрытиях укрываются. Это, кстати, общий бут. Ну, еще если до каждого, конечно, будем доводить. То есть, расчеты уже есть. Такой дом, где укрываются. Будут, соответственно, вот сейчас, кстати говоря, работает опять совместная комиссия Державная служба с надзвучайной ситуацией, МЖКЦ, ну, то, кстати, меня. Вот. Мы еще раз, то, кстати, обходим все защитные сооружения. Значит, уже вот такое, значит, уже замечание есть, что будет сделано, вот есть установленный образец, то, кстати, нам дали, что где будет стрелочка указана направление убежища, расстояние до него. Поэтому, это тоже, чтобы визуально люди, я понимаю, что они могут помнить, но когда, если что-то, не дай бог, начнется, всем прекрасно понимаем моральное состояние человека, и когда он просто выйдет, чтобы у него перед глазами было стрелка и направление, куда двигаться, то ему, естественно, будет легче сориентироваться, так сказать, уже непосредственно. стрелка, это как один из вариантов. Ну, это конечно, конечно, мы должны через средства массовой информации, я думаю, в газете должно это все быть распечатано, люди эти газеты дома будут держать и будут знать через бегущую строку, через телевидение и так дальше, через особую массовую информацию. мы сделаем памятки специальные. Мы готовим каждую квартиру такую памятку по количеству квартир, каждая квартира в нашем городе получит такую памятку с перечнем укрытий и с элементарными правилами подъявления при различных ситуациях, потому что ситуация действительно может быть совершенно разная. Я же могу. У меня такой вопрос. Андрей Зимович, вот схема, которую Вы нам назвали сейчас, я так предлагаю, рассчитана на будничный день. То есть дети в школе, дети в детском саду, мы проводим учения, мы спускаем их в подвал, идем куда нужно и так далее. А если это воскресенье? Ну вот поэтому в нерабочий час, когда мы все население, уже все население находится непосредственно дома, поэтому мы делаем расчет уже непосредственно в нерабочий час. То есть какой дом, где укрывается. Потому что 22 тысячи, о которых Вы сказали, которые приспособлены в помещениях должны быть, они же в этот момент могут находиться у всех в квартире. У нас нет людей здесь. Да, мы уже хватает. У нас 35. Для всех людей, если бы все одновременно находились в зарегистрированном городе, мы уже понимаем, что кроме зарегистрированных людей у нас есть еще и техники, которые не зарегистрированы. То есть мы это количество еще нечем в 5 тысячи. Хорошо. Хорошо. Так, районный индивидуальный глаз, как вы видите. подскажите, подскажите, по поводу офисов коммунальных и других предприятий другой формы собственности, в которых тоже есть подвалы, которые пригодны для того, чтобы быть по рыву. Где есть и санузлы, где есть водообеспечение, более того, они теплые, там нижняя разводка. Что в этом случае? Как должны действовать директора коммунальных предприятий и предприятий других форм собственности, если у них в офисах есть вот такие вот подвалы. Значит, вы подаете письменное на мое имя городского головы, пишете письмо, что наш коллектив, рабочий, наибольшая работающая смена, столько-то человек укрывается по такому-то адресу, который можно... Но больше есть возможностей, не только, но не только, если у них там 10 человек работают. Это не говорится о Ленина-1, где у нас встроено пристроенные помещения, там это библиотека, Ленина-1, мы расписываем для укрытия, Ленина-1 мы расписываем для укрытия. Дело в том, что вы, как говорили, с одной части позвала, у которой адрес жилого дома Ленина-1. У нас много встроенных пристроенных, где отдельные их коды. И они относятся к офисам этих предприятий. Их никто на учет не ставит. Ставили. Все эти помещения на учет. Я же назвал Ленина-1. Я же назвал. директора человек. В этих защитных сооружениях есть штатные сотрудники. Это техники защитных сооружений и механики. Вот с 29-го на 30-е, когда была вот эта ситуация, связанная с непогодой, я вышел в прямом эфире и все люди, которые попали в районе нашего завода непосредственно в беду. Закончился бензин, холодные, голодные. Вот наши аварийно-спасательные службы вытаскивали и в защитном сооружении 164-м мы развернули пункт приема, где было 144 человека и непосредственно обеспечили и питанием, и чаем, и всем остальным. Наши защитные сооружения работают в трех режимах. Это в режиме чистой вентиляции, в режиме фильтровентиляции и в режиме полной изоляции от наружного воздуха с непосредственно с созданием подпора воздуха и с регенерацией воздуха. То есть непосредственно мы можем работать в течение трех суток. В течение этих трех суток люди в защитном сооружении полностью обеспечены водой из расчета 3 литра в сутки и плюс там находятся мужские и женские туалеты 100 бассейн со 100 кубами воды. Вот. Если не повреждены непосредственно электросети канализационные коммуникационные системы, то мы работаем непосредственно от коммуникационных систем завода. Вот. Как я уже сказал, у нас эти защитные сооружения размещены по всему заводу и самую большую работающую смену это 1750 человек мы спокойно укрываем. Они дают возможность нам 1800 человек укрывать. Поэтому в принципе проблем нет. На основании постановления Кабинета Министров и указа президента о введении в двух областях режима чрезвычайной ситуации и в режиме остальных областных центров режима повышенной опасности на заводе мной было проведено совещание со всеми руководителями цехов и структурных подразделений по этому вопросу было поставлены конкретные задачи в том числе для оказания противодействия различным случаям проявления антитерроризма. Кроме этого были проведены учения аварийно-спасательных служб завода вместе с МЧС ну будем говорить с главным управлением ДСНС Украины в Одесской области и в принципе вопросы отработаны также отработаны вопросы взаимодействия с СБУ с УМВД Украины в Одесской области и мы готовы непосредственно ко всем проявлениям которые в данный момент могут быть в отношении нашего завода и в том числе города Южного пожалуйста вопросы готовы ответить на любой вопрос в том числе и по мобилизации если кого-то интересует вопрос пожалуйста все ясно я так понимаю что вы всех людей которые работают в смене на заводе вы всех до единого размещаете укрытие в укрытие поломарчук анатолий в начальник всего персонал поломарчук 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 о réflex поломарчук и удалiki анатолий половина там считается выполз Еще раз, начальник отдела мобилиционного потока гражданской защиты Порта Южного, Чепнинский Олег Владимирович. В связи с тем, что и согласно мобилиционному плану, который имеется на морские порты, защитные сооружения предназначены для защиты персонала наибольшей рабочей смены до концевых периодов. Почему 900 человек? В мирное время, при назначении ситуации, в Порту Южного разрабатывается дополнительное переоборудование подвальных подмещений под ПРУ. Это раз. Второе, силами ремонта строительного управления своего портовского. У нас наращиваются, закладываются материальные средства, строительные материалы для максимально быстрого возведения дополнительных легковозводимых защитных сооружений на территории порта. Это с сосредоточением по разным районам, для того, чтобы не сосредоточивать в этом месте всех людей. То есть закладываются специальные материальные средства и своими силами мы дополнительно будем долго возводить при необходимости защитные сооружения. Таким образом, мы добиваемся, что в мирное время мы перекрываем полностью всю рабочую смену, даже в мирное время, которое работает в Порту Южном. То есть мы всех защитим. А легко возводим? Это сколько времени надо? На восстановление обычной перекрытой щели. Что такое перекрытая щель? Это защита личного состава. То есть это землёвленная машина откапывает траншею и перекрывается. Это самое элементарное. По времени это займет не более полтора-двух часов. Это рядом с предприятием. Если будет серьёзно, это необходимо будет до 5-6 часов для одного защитного сооружения, лёгкого возводимого. А как вы это сооружение заведёте? Канализацию, воду? Это для защиты людей. Это как первичная защита будет проводиться. Во-вторых, наибольшая рабочая смена, здесь немножко ошиблись, в Порту является наибольшей рабочей сменой. Это 980 человек. То есть у нас в Порту не будет 1700. У нас сегодня... А с администрацией Порта он так и будет. Ну... А с администрацией Порта 9600. А с другими предприятиями территории Порта... Ну, это каждый из себя должен делать. Согласно нормам, если объекты повышенной опасности, он сам должен был себе подготовить защитное сооружение. Пытание, пожалуйста. Ещё вопрос. Порт Вороково и сусильство Одесского пропортового завода. Ваше из-за того, что я так считаю, что оно подрежняется в из-за того, что... Ничем не отличает от... Там не фильтрация, а повитря... Да, то же самое. Я не буду повторяться. Защитные сооружения имеют три степени защиты. То есть, то, что они идентичны третьего класса до полной герметизации находения людей в этих защитных сооружениях. Также заложены продукты питания на три дня на этот персонал, которые будут находиться. И также портом заложены непосредственно средства индивидуальной защиты. Помимо промышленных противогазов, которые находятся на руках у всех, также заложены по необходимости выдачи это средства индивидуальной защиты от боевых отравляющих веществ. Хорошо. Так. Владислав Владимирович, есть что-то стоять? Да. Нет многоубежища, нет... В смысле, что у нас есть это средства индивидуальной защиты. В нашем классе, насколько я понимаю, приписаны им так многоубежища на город. Город? Ну, где вы, где вы? Ну, я думаю, что... Сооружение идет. Я думаю, что вы как-то должны это придумать. Координация с администрацией Курта идет. Ответственная за это, начальник службы безопасности Роман Саландрея Владимировича. Он координируется с контролирующими органами СБУ, МЧС и МГУ. Я думаю, что наши службы по МЧС и те, которые координируют всю работу, мы должны выйти на то, чтобы все предприятия, все, и Трансбункер, и Дельта-Видима, и НАТО-терминалы Диасоброда, и так далее, все четко... Потому что они все находятся далеко от города. Они должны тоже четко знать, где... Им нужно укрываться, не дай бог, от каких-то там ситуаций, которые могут возникнуть. Так, Паперовник, Сергей Владимирович, начальник Южно-Минского сектора, МЧС, пожалуйста. Есть что-то у тебя этого? Есть что-то добавить? Ничего? Все предельно ясно? Обобщаем, пара, будем. Так, ну хорошо. Так, Лариса, кто там? Милиции будете что-то возрискивать информацию? Потому что у нас решение закреплено, я думаю, что пара, конечно, что не может. Ну, как считаете, нужно? У охраны общественного порядка, я имею в виду, на сегодняшний день, с 24.01.2015 года, Южненским городским отделом милиции усилены патрули и несение службы. Все сотрудники находятся с автоматическим оружием, а также с пистолетами Макарова. Обращаем внимание на сумки, коробки, которые оставлены без присмотра, которые вызывают подозрения. Также задействуем общественность. С Ларисой Горьевной мы обсуждали уже вопрос, еще больше привлечь общественность. Как ранее мы 9 мая проводили совместно с жителями города в патрулировании. Также планируем привлечь общественность к патрулированию города. В принципе, у нас, можно сказать, что под контролем. Вы действительно работаете в усиленном режиме, и люди надеются на вас. И, безусловно, вы знаете, что сейчас по Украине сколько информации, сколько находится взрывных устройств, и, безусловно, это люди где-то подсказывают. Но, скажите, пожалуйста, если у нас человек, житель города Един, обнаружил или увидел какую-то подозрительную сумку, какой-то кулек, к кому ему обращаться? Ему можно набрать 102, сообщить его, так сказать, находки. Сразу же группа выйдет, а также... Группа у вас находится? Ну, конечно же. В городе Един находится следственная оперативная группа, которая уезжает на место происшествия. Также у каждого жителя, мы, по-моему, на 15% квартир обеспечили жильцов визитами, которые в любое время дня и ночи могут позвонить участковому инспектору милиции и сам. Ну, сейчас в тех листах, которые мы будем разносить по домам, вот информацию для каждой квартиры, там тоже будут все телефоны в порядке. Ну, мы можем совместно проходить и позвонить с номером телефона участкового. Сегодня ночью была информация... Да, ну, которая подтвердилась, потому что... Ну, она неправомерная была информация о родине города Заковаев и Южненский парт, там, поэтому ошибочно было перенаправлено сообщение в городское отделение Игрицы. Ну, опять же, будут приняты все меры... С силами у городела было отработано полностью весь город, все было проверено. Почему? Если это получилось, то пришла ошибочная информация о том, что город Южный заменил. Ну, там не было, на самом деле, слова «корода», а прозвучало слово «корода». Вот, поэтому были заработаны эти меры обеспечения порядка. Так, есть вопросы у нас до минимума? Нема? Владимир Николаевич, можно я подождать? Да, пожалуйста. Также, ну, на пятницу подготовлено фрегмиционное совещание, куда будут входить и эти вопросы тоже. Службам КНДС, как и делам несовершеннолетних, указано пройтись по школам, провести занятия с учениками детских садов, школ, учреждений по поводу того, что если дети обнаружили какие-то предметы, ни в коем случае к ним не прикасались. Вот, а сразу сообщали взрослым, потому что есть случаи по Одессе, такие, что дети находят какие-то коробки, начинают их хватать, доставать внутренности, любопытству детскому пределу нет, поэтому такая же работа будет проводиться и в школах наших, и детских учреждениях во всех. Вот, будем стараться, что прокуратура тоже подключилась к этому процессу, не сидим вместе, проводим совещания и все прочее. Спасибо. Спасибо. Так, сидайте. Нема вопросов? Нет. Давайте основные моменты в проекте решения закончим. Проект решения, який пропонується до вашей уваги, про вжиття додаткових заходов щодо захисту населення міста відповідно до розпорядження Кабинету міністрів України від 26.01.2015 року за номером 47Р. Нагадаю, що це за розпорядження про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації. В цьому розпорядженні встановлено режим надзвичайної ситуації в Донецькій та Луганській областях, режим підвищеної готовності у всіх інших областях України, включаючи і Одеську. Тому і розроблений такий проект рішення. З метою координації роботи виконавчих органів Южнської міської ради, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста Южного, щодо дій спрямованих на забезпечення захисту населення, територій та майна, функціонування ланки єдиної державної системи цивільного захисту для подолання наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня, соціального та воєнного характеру, відповідно до статей 13 та 14 кодексу цивільного захисту України та розпорядження Кабінету міністрів номер 47Р, керуючись 33 статтею закону України про місцеве самоврядування, виконком Южнської міської ради вирішив керівникам публічно-акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», Южнської філії Державної підприємства «Адміністрація морських портів України» забезпечити стан захисних споруд цивільного захисту у постійній готовності. Керівництво комунального підприємства «Міський житлово-комунальний центр» скласти план-графік приведення захисних споруд цивільного захисту, які знаходяться на балансі підприємства, в готовність до дій за призначенням та подати його на затвердження міському голові. Роботу по проведенню захисних споруд цивільного захисту до дій за призначенням завершити до кінця квітня 2015 року. Керівникам підприємства, установ та організацій, незалежно від форм власності, фізичним особам-підприємцям, орендарям протирадіаційних укриттів забезпечити цілодобовий доступ комунальному підприємству «МЖКЦ» в орендовані приміщення ПРУ шляхом надання керівництву «МЖКЦ» дублікатів ключів від вищезазначених приміщень. Після отримання наказу керівника КПМЖКЦ у 12-й годинний термін звільнити орендовані приміщення ПРУ. Керівництво комунального підприємства «Міський житлово-комунальний центр» протягом лютого-березня 2015 року здійснити ревізію радіо-телерадіоприймально-передавальних пристроїв на житлових будинках, які знаходяться на балансі підприємства, та взяти на контроль їх встановлення. В виконавчому комітету Южнівської міської ради розробити проєктну документацію на будівництво та створення системи відеоспостереження у місті Южному «Друга черга», яка передбачатиме залучення інформації від підприємств різної форми власності, установ, організацій з метою обміну інформацією з їх відеокамер відеоспостереження, а також опрацювати можливість зберігання носіїв інформації з таких об'єктів не менше двох тижнів. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям, які не мають камер відеоспостереження, передбачити встановлення камер та включення їх до міської системи відеоспостереження. На міських вебсайтах зробити посилання на рубрику «Підвищена готовність» з відомшого сайту ГУДСНС України в Одеській області. Рекомендувати всім телеканалам міста для трансляції, мультиплікаційні відеоролики, небезпечні знахідки, дії населення при незвичайних ситуаціях, виготовлені в рамках проєкту ОБСЄ в Україні. Комунальному підприємству Южненській міській студії «Телебачення» міг у зв'язку з відсутністю необхідного сервісу з технічного захисту інформації наявних місці підприємств та організацій, які могли б здійснювати належний технічний захист інформації, аналіз і обмін оперативної інформації про роботу служб міста, забезпечення своєчасного інформування посадових осіб та чергових служб про погрозу виникнення аварійних та надзвичайних ситуацій, до 1.03.2015 року надати пропозиції створення відділу телекомунікацій та зв'язку з можливістю узагальнювати інформацію від мешканців міста та підприємств з наданням послуги за коротким телефонним номером. До 1 квітня 2015 року надати пропозиції щодо доукомплектування системи мовного оповіщення населення міста з метою забезпечення території міста оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Южненському міськвідділу головного управління МВС України в Одеській області в зв'язку з проведенням на території області профілактичних заходів, спрямованих на стабілізацію та утримання криміногенної обстановки, попередження і ускладнення. На території міста Южного провести відповідні заходи щодо посилення громадського порядку та безпеки громадян на вулицях та інших громадських місцях міста. З цією метою збільшити кількість нарядів з охорони громадського порядку у денний та нічний час, маршрути яких наблизити до місць значного скупчення людей, стратегічно важливих об'єктів, волонтерських організацій, діючих політичних осередків та банківських установ. Провести робочі зустрічі з громадськими організаціями та об'єднаннями міста з взаємодією та залучення громадськості до патрулювання. Управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южнської міської ради. Щомісячно проводити виховну роботу у всіх дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах щодо дій у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів. У квітні-травні в рамках проведення тижня знань з основи безпеки життєдіяльності у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах провести тематичні уроки у всіх класах та групах щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів із залученням співробітника в Южнського міського сектору ГУ ДСНС України в Одеській області. Протягом лютого місяця 2015 року розповсюдити плакати та листівки щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів у всіх дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах. Протягом лютого березня у всіх дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах провести навчання щодо укриття персоналу та дітей у захисних спорудах міста. В головному лікарю комунального закладу Южнська міська лікарня протягом лютого місяця 2015 року розповсюдити плакати та листівки щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів у медичних закладах міста. Передбачити наявність лікарських засобів і медичних препаратів, що необхідні для надання екстреної медичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Комунальним підприємствам водопостачання та каналізація Южтеплокомуненерго, Южнські дільниці Комінтернівського РЕМ ВАД Одеса Обленерго, Южнські дільниці ВАЗ Одеса ГАЗ спільно з МВС в тижневий термін вжити заходів щодо посилення охорони об'єктів життєзабезпечення міста та забезпечення необхідними ресурсами для їх безперебійного функціонування. З метою створення запасів продовольчими товарами на випадок надзвичайних ситуацій рекомендувати керівникам торгової мережі міста Южного збільшити запаси продуктів харчування та питної води. Южнському міському сектору ГУ ДСНС України в Одеській області забезпечити плакатами та листівками щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях та при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів підприємства, установи та організації міста. Надати відеоролики, зроблені на основі виготовлених рамках проєкту ОБСЄ в Україні, плакати та листівки, пов'язані із захистом цивільного населення, всім структурним підрозділам Южнської міської ради та телекомпаніям міста. Згідно з затвердженого графіка, забезпечити проведення навчань органів управління з питань організації заходів цивільного захисту на об'єктах водо, тепло, енерго та постачання міста. Відділу з питання звичайних ситуацій міськвиконкому взяти на контроль питання приведення захисних споруд цивільного захисту в готовність до дій за призначенням, згідно з затвердженого графіку КПМ ЖКЦ, спільно з Южнським міським сектором ВУ ДСНС України в Одеській області надати методичну допомогу забезпечити проведення у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах навчання щодо укриття персоналу та дітей у захисних спорудах міста. Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконкому Южнської міської ради у щоденному режимі інформувати через засоби масової інформації міста-населення про основні правила поведінки в умовах виникнення надзвичайних ситуацій та контакти відповідних служб та інші питання, пов'язані з безпекою життєдіяльності населення. Відповідно до розпорядження міського голови від 4 лютого 2015 року, оперативні групи з реалізації заходів щодо попередження можливим загрозам життю та здоров'ю громадян міста, здійснювати координацію дій міських органів виконавчої влади, територіальних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста для реалізації заходів, спрямованих на забезпечення захисту населення, території та майна, попередження та протидію можливим загрозам життю та здоров'ю громадян, подолання можливих наслідків надзвичайної ситуації социально-то военно-характеру, яку спричинило завострення ситуации на деяких территориях Украины, можливо и загрози в чинении террористичных актов. Контроль за выполнением данного решения, міський голова залишает за собой. Так, вопрос, пожалуйста, чей не выполнен? Какие смены, дополнения? Вы видите, что проект решает очень очень объемный, мы старались выяснить все основные вопросы. чтобы обеспечить полностью жительную деятельность нашего города. Если нет вопросов, голосуем. Кто за? Данный проект решений? Проти? Утримались? Я только хотел бы проголосовать, заакцентовать вашу увагу, что Южинская студия телебачения МИГ выходит на новый уровень, и действительно, сейчас будет большая нагрузка на студию, потому что там мы плануем, что в видеоспостережение будет введено так же туда, на экраны, и чтобы люди знали, если, не дай Бог, что-то трапится, куда-то вертаться по скороченному телефону. Мы будем знать, что вся информация будет выполнена на теле... на КП Южинской МИГ студии. Продолжаем нашу работу. Сейчас мы затвердим несколько программ, которые относятся до этих вопросов, которые мы сейчас взглянули, про погоджение МИСКОЙ ПРОГРАМИ 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 Я потом сделаю небольшой перерыв Все, кто был пригласен, будут виноваты телебатчу, если есть такое желание, я могу дать такую пресс-конференцию, чтобы потом мы бегали друг за другом, и мы потом продолжим нашу работу. Вот такой будет порядок. Поэтому ПРОГРАМИ 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 Мы сюда необходимые деньги для приведения в соответствии не всех, но и других самых сложных продеревоциальных укрытых. То есть, что сказали за нормами, мое иметь самозли и освятление. Это сейчас вносится в порядок 2 миллиона. Это злочинность, это выдача в МКОФОС. Мы вносим 40 тысяч на проект и мы с другим вечером в видеоспостережимы. Понятно, да? Который участковый и проект в видеоспостережимы. Там 40 тысяч. Нема запереждающих? Нет. Голосуем. Кто за? Проти. Утрималось. Принято. Так? Зараз мы провокировали МКОФОС. Кроме КТРО. То есть, что сказали Олег Саверенко. Нема вопрос? Нет. Кто за? Прошу голосовать. Проти. Утрималось. Принято. Так? Пятый сняли. И шо стае, да? По возложению мисковой программы підтримки аудиовизуальных заслуг. Это шо стае? Цивильного захиста. Все у меня. Давайте. Про погоджение мисковой программы розвитку цивильного захиста так, наверное, на пожежной безпеке 417 роки в новой редакции. Нема вопрос? Проти радиоциальных притяг. Вот в этой программе как раз ремонт противорадиоциальных укрытий. Вот в этой программе давно всем изменение. Ну, есть у вас что-то добавить? То, что мы говорили? Нема. Это программа. Кто запрошил в село? Проти? Утрималось, принято. Мы напротив скажем, на ци заходы на протирадиоциальные укрытия мы планируем выделить півмиллиона гривен в бюджете. И сейчас это программа мы забываем, а дальше по ходу будем проводить упорядок. Так? А теперь я на перерыву сколько у нас перерыва? 15-20 хвилин перерыва. Субтитры подогнал «Симон»